Друзья, всем привет! Как пошли дела? Как настроение? Сегодня я хотела поговорить о питании. Как важно питаться правильно. Последние 2000 лет мы питаемся неправильно. Мы стараемся себя заземлить, загружаем в себя. У нас постоянный стресс, а от стресса мы начинаем есть больше еды. На самом деле человеку надо очень много еды. Раньше, еще до нашей эры, скажем так, люди ели очень мало. Они знали, что им надо есть, и они ели так мало, что выделительная система практически не работала, потому что все, что они ели, организм потреблял для своих нужд и не было никаких отходов. Это, скажем так, чистое сознание, когда человек себя чувствует хорошо. Вот. Но это было очень давно, но ученые это как-то выяснили. Вот. Сейчас у нас мы живем в постоянном стрессе. Вот. Из-за этого стресса у нас создается клеточный стресс. Вот. Мало того, что мясная пища выделяет аммиак, который тоже отражается на нашем стрессе клеточном. Вот. Все это как бы отравляется. Но это все выходит, конечно. Но процесс такой идет. Вот. Поэтому важно понять, что на самом деле вам, вашему нужному, вашему организму нужно. Вот. И с чего же надо начать? Если вы решите как-то изменить свое питание, то прежде всего надо подготовиться. Вот. Надо подготовить продукты, чтобы у вас все было под рукой. Вот. На все случаи жизни. Вот. Вот. Если у вас, ну, лишний вес, это естественно, что вы едите много и неправильно еду. Вот. Для этого нам нужно сначала очистить организм. Нужно перейти несколько дней, можно даже один день поголодать. Голодание – это, значит, на воде. Мы ничего не едим, только пьем воду. Ну, в принципе, это несложно. Я тоже голодала там один день. Ну, у меня там, у меня возникла такая потребность очиститься. Вот. И когда мы ничего не едим, и если мы в спокойном состоянии, мы легко можем пройти этот день, не кушать, и нам вообще не будет, вам не будет хотеться. Вот. Это такой психологический, скажем, настрой. Вот. Это первая стадия очищения организма. Вот. Вторая стадия – это только зеленая пища, растительная, не фрукты, только там овощи, зелень, вся такая пища, растительная, зеленая. Вот и капуста там. Вот. Идет тоже очищение всей этой микрофлоры, потому что микрофлора у нас забита, пагубная, вернее, там образуется пагубная микрофлора. Когда мы едим много неправильной еды, это сладости, там булочки, мука. Вот. И поэтому первое, что надо, вот это очищение. Вот. Ну, допустим, вы день поголодали, потом кушаете, и несколько дней вам на растительной пище. Это поможет вам очистить и прийти к более осознанному питанию, чтобы понять, что ваш организм на самом деле хочет. Вот. Ну, конечно, мы исключаем сахар, муку белую, потому что мука белая – это тот же сахар, быстрый углевод, скажем так, вот, который сразу впитывается и все. Вот. Поэтому нужно подготовиться. А как подготовиться? Мы сахар есть не будем, поэтому вам нужно подготовить себе фрукты, сухофрукты, вот, которые будете употреблять вместо сахара, потому что, так как еще не очистилась микрофлора, вам будет хотеться, поэтому вам нужно будет, можно, вернее, сухофрукты в день 100 грамм, любые, там, чернослив, ну, даже лучше не чернослив, это курага, вот, финики, ну, еще там какие есть, вот, ну, орешки там можно всякие. Вот. Делать всякие гранулы, вот эти смеси, можно конфетки, я там выложила рецепты, вот такие полезные овсянка, там, морковь, финики, ну, и, там, компоновать, вот. У вас, короче, должна быть еда под рукой. Вот. Крупы всевозможные тоже. Заранее смысл в том, что надо запланировать, чтобы у вас на целый день была готовая еда, и вы не думали, что у вас есть, потому что, если вы пойдете, ну, там, или гулять, или, там, в гости, там, или даже в кафе, захотите перекусить, там уже не будет такой чистой пищи, которая вам надо на первое время, вот, очистить ваш организм, вот, чтобы у вас не было скачков инсулина, вот. Вот. Растительная пища нам в этом поможет. Фрукты есть можно, так, фрукты, ну, 100 грамм в день, 200 даже можно, ну, это, там, яблоко, апельсин, там, банан. Ягоды можно, у них меньший гликемический индекс, можно отдать 300 грамм в день, ну, тоже там, можно, ну, конечно, 50 грамм чистыми, и так добавлять в каши, или вот эти всякие смеси делать, ореховые, вот, добавлять. Это вам поможет. Ну, и, конечно, лучше перейти на, там, морепродукты, чтобы очиститься. Потом вы можете, когда вы поймёте, что вам действительно нужно, вы можете есть, что вам захочется, захотите, там, мясо, рыба, что вы захотите. Но от сахара и от муки надо отказаться. И вот этот процесс длительный, его надо, себе надо помочь, именно как помочь, готовить заранее еду. Вот. Поэтому всем рекомендую очистить свой организм, и, наконец-то, понять, что же вы хотите на самом деле. Вот. И когда наш организм не будет зашлакован вредной едой, всякой там сгущенкой, молоком, молоко тоже содержит молочный сахар, поэтому его тоже надо исключать. Сыр, творог можно, там, в разумных пределах, вот, там уже не так, там, всякие процессы идут брожения, и там уже меньше этой молочной, молочного сахара, вот, поэтому любители творога и сыра можете себе не отказывать. Вот. Всем желаю прийти к нормальной пище, чтобы ваш организм не страдал, у вас будет улучшаться настроение, вот, у вас не будет вот этой программы стресса, который надо, надо есть, надо есть. Вы не понимаете, ваш разум не понимает, вы едите больше. Желаю всем хорошего настроения, вот, я всегда рада помочь всем, вот, если что, пишите, я отвечу на любые вопросы. Ну все, всем хорошего дня, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok